Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в центре Сен-Гейс. Меня зовут Майкл Меликов. Рядом со мной сидит Джозеф Розенберг, экономист, финансист и человек, который создает бюджет семьи. И сегодня в Соединенных Штатах Америки все эти вопросы очень актуальны и очень востребованы, и очень и очень важны. Мы остановились в прошлом нашей программе на том, как открываются кредитные карточки, каких размеров, какая кредитная линия предоставляется, в зависимости от чего. Давайте более подробно на этом остановимся. Да. Значит, о необходимости и целесообразности использования кредитных карт мы еще поговорим. Такие стратегические вопросы мы обсудим. Но сегодня просто наша предыдущая передача закончилась на том, что мы подняли вопрос, хорошо, как я могу гарантировать, что мне котроют карточку не на 10 тысяч, а на 500 долларов. То есть для того, чтобы иметь эту гарантию, в принципе, надо быть банкиром, который дает эти дела, эти предложения. Но у нас есть свой инструмент, который поможет нам это сделать. А для этого надо знать просто те правила, по которым оценивается банками клиент. Значит, на самом деле факторов, которые формируют имидж клиента для банка и которые оцениваются, это абсолютно компьютеризированный процесс. Поверьте мне, там человек этого не касается даже близко. Это все заложено в алгоритме оценки. А если это заложено в алгоритме, соответственно, каждый фактор, он имеет свой вес. И самое интересное, что и вес этого фактора в оценочном виде, он меняется со временем. И таких факторов, вот у нас три компании на рынке, с этим делом связаны, это TransUnion, Experian, Equifax. Есть еще две, но это главное. Так вот, факторов, которые формируют наш кредит-скор, то ту цифру, которая определяет наши кондиции, их более 40. И предположить, каким образом вот эти 40 факторов, которые еще меняются по времени, в конечном счете могут вылиться в конечный результат, который, ну скажем, который будет оценен, никто не может сказать, включая тех ребят, которые писали эти программы. Но есть два момента, которые являются как бы определяющими. Вот я всегда задаю такой шутливый вопрос, и сейчас Мишу я на этом деле поймаю. Вы знаете, что у нас в течение дня меняется рост. Вот если подойти там утром, отмерить, вот у меня снова это рост. Фактический рост? Да. В обед такой рост, третий. Я вам скажу больше. У нас и вес меняется. Про вес не надо, мне трудно сказать. Вот как вы думаете, что является самым определяющим фактором, вот когда мы оцениваем наш рост? И я понимаю, что сейчас Миша мне расскажет историю про позвонки, вес там и так далее, и я сейчас удивлю его и вас тоже. Так вот, рост прежде всего определяется высотой каблука той обуви, которую вы одели. А если я... Всё. Ну или её нет, обуви. Так вот, такая же ситуация есть и при оценке нашего кредита. Есть какие-то факторы, которые своим весом перебьют всё остальное. Например? Первый основной фактор, это говорит о том, что какой на данный момент у меня кредитный скор. На данный момент. Это и второй фактор. Он скажет, а какая у меня средняя кредитная линия на этот момент. То есть мы говорим о ситуации, когда я послал запрос, чтобы мне дали карточку. И вот первое, что будет оценивать банк, он посмотрит на эту монетку, на которую здесь кредит скор, вот эта цифра, вот ваш вес. А на другой они оценят средний размер кредитной линии, которая сегодня в вашем распоряжении. Так вот, если мы рассмотрим ситуацию, когда мы с вами находимся в абсолютно одинаковых кондициях, но у вас средняя кредитная линия 20 тысяч, а у меня средняя кредитная линия 500 долларов, вы получите что-то в районе 20, а я получу что-то в районе 500. Следовательно, если мы хотим быть уверены, что каждый раз, когда мы обращаемся с запросом по поводу кредитной карточки, ну, во-первых, иметь хороший кредитный скор или оценку вашего кредита, это как бы условие необходимое. Без этого никто с нами работать не будет. Но если мы хотим получить кредитную линию, которая, скажем, для моего бюджета будет каким-то образом работать, я должен заботиться о том, чтобы моя средняя длина кредитной линии была высокая. Вот в этой связи, когда вы закрыли карточку на нашем прошлом занятии, оно сыграло против вас дважды. Во-первых, оно могло понизить ваш кредит скор, это одна сторона. А с другой стороны, вот эти 20 тысяч, я вполне допускаю, что они превышали ваш средний. И когда вы их оттуда убрали, у вас средний лимит там пустился. Там было больше 20 тысяч. Ну, я просто говорю, это как вопрос целесообразности. В конечном счете, если мы определили нашу цель, то, соответственно, действия должны быть соответствовать этой цели, то есть быть целесообразными. Поэтому, если мы говорим о том, что мы хотим каким-то образом активно повлиять на результат нашего запроса о кредите, мы должны заботиться о двух вещах. Первое. У нас должен быть хороший кредит скор. Каким образом он обеспечивается? Он обеспечивается тем, что я никогда не опаздываю, я не перегружаю мои кредитные линии, у меня нет никаких превышений лимитов и так далее. То есть я просто как бы соблюдаю правила. Это первое. И второе. Я должен знать, что мой кредитный лимит находится в пределах того, что я хочу получить. Мы сейчас говорим в данном случае, наверное, все-таки о людях, которые проживают на территории Соединенных Штатов. Я думаю, что это правило общее для всех. Это же банковская система, но кредитная история, кредитный скор, он у нас свой, а в другой стране свой. Согласен. Он может называться Вестом, он может называться Вася. Не важно, как он называется. Главное, он существует. Это было сделано по простой причине, на самом деле. Просто количество пользователей, оно настолько огромно, что населения Китая не хватит просто сидеть и заниматься этим анализом. Поэтому я думаю, что оно везде, неважно в конечном счете, оно там в юанях, в рублях, в карбонцах или в долларах. Вопрос вам такой. Есть ли смысл пользоваться? Вот, допустим, у меня, ну, не знаю, много карточек, допустим. И, конечно, там есть разный лимит на этих карточках. К примеру, у меня есть карточки, которые я заправляюсь бензином. Там небольшая кредитная линия у меня открыта. Но вполне хватает, чтобы я хотел, допустим, в какие-то магазины, допустим, продовольственные магазины. С другой стороны, у меня есть карточки, где гораздо больше кредитная линия. Вот при прочих равных, есть ли какое-то предпочтение, какой карточке пользоваться мне немедленно? Роль не играет. Вопрос вот какой. Вот это вот количество кредитных карт и, вообще, ваш показатель, как владельца этими кредитными линиями, кроме вот тех двух факторов, что я сказал, лимит, баланс и кредит скор, существует еще третий. Я просто не говорил о нем, но он тоже существует. Система оценивает пропорцию, процент использования кредитных линий. И вот если у вас 10 кредитных карт, и вы используете одну кредитную линию, нехорошо. Нет, у вас 10% использования. А если вы их используете 5, то у вас 50% использования. Так вот, 10 и 20% это нормально, а 50% это уже плохо. 50% плохо? Конечно. Почему? Потому что вы перегрузили ваши кредитные линии. Банк может спать спокойно только в том случае, если он знает, что его долг перекрывается вашим лимитом вдвое. И известное правило, ну, по крайней мере, в Америке, нам многие говорят, они не всегда правильно это используют. Но речь идет о том, скажем, такой миф, что нельзя карточки загружать больше, чем на 30%. И многие люди это делают, соотнося это к конкретной карте. Нет. Карту можете использовать на все. Речь идет об обществе. Обществе. Об обществе. И поэтому, если вы говорите, что у вас, скажем, когда у вас много карт, там, 20 карт, то используете в одну, две или три, роли не играет, потому что в общем проценте они все равно находятся в пределах. Но, если у человека одна карта, вот представьте себе, у него одна карта, и он ее активно пользуется. Он выплачивает все, а у него кредит падает. Почему? А потому что система оценивает это, что вы использовали 100% ваших кредитных линий. Понимаете? Но, с другой стороны, этому человеку легко и помочь. Потому что, как только он перестанет платить кредитные карточки, у него будет ноль использования. И его кредит пойдет, знаете, как ракета вверх. Ну, не знаю, как кто использует кредитные карточки. На самом деле, я лично их использую, конечно, для удобства. Потому что, ну, удобно. У меня... Меня так научили. Меня так научили. Может быть, меня неправильно научили? Нет. С точки зрения банка абсолютно. Но, я вам хочу сказать такую вещь. Использование кредитной карты только для удобства, это примерно такой же процент использования, как я пользуюсь моим смартфоном. Вот если мой сын пользуется на 80% его потенциала, то для меня это, знаете, как граната в руках обезьяны. То есть, я их использую только на 5%. Так вот, если грамотно подойти к этому делу, я вам могу сказать такую вещь. Вот смотрите, есть масса проблем, которые легче решить с помощью кредитных карт. Высокие проценты, первый взнос на дом, финансирование машин, которые испугали в БУ, студенческие лоны, пенсионные планы. Есть масса вещей, когда вы выигрываете просто на проценте. Вот я вам скажу такую вещь. Мы уже сейчас закончим, и потом этим продолжим дальше. Но в первые 20 лет семья из 4-х человек, которые приезжают в Америку, тратят на завышенный процент, как вы думаете, сколько? В год или за 20? Миша, 100! 100 тысяч! 100 тысяч! Которые могли бы быть частью пенсионного плана, которыми можно было оплатить студенческий лонд детям. На которые можно было полдома профинансировать? 100 тысяч! Так вот, если бы, вот в те первые годы, когда у нас нет ни кредита, ничего у нас, ничего нет, мы могли бы пользоваться нулевым финансированием, вот считайте, ну 100 может быть не 100, но 1080 мы могли бы себе отложить, потому что мы бы их не потратили. Опять же, для этого надо разбираться в этих хитросплетениях. Это не хитросплетение, просто банк не хочет дополнительного риска, и поэтому он ничему вас не учит, кроме того, как пользование карточкой. Но как это использовать как инструмент финансовый, мы продолжим нашим следующим занятиям. Да, и если банк нас не учит, то у нас есть Джозеф Розенберг, находящийся в центре Сен-Гейтс рядом со мной, который нас этому учит. Поэтому, дорогие друзья, мы будем очень рады, если вы будете нам задавать вопросы. И, как сказал Джозеф, не имеет значения, на какой территории вы находитесь, в какой стране вы проживаете. В принципе, они общие для всех. Ну и для этого вам полагаю, если вы хотите задать вопросы, вы можете их прямо в Ютьюбе задавать вопросы, можете в Фейсбуке, а можете набрать тройное W.SungatesRadio.com, вы можете на Skype. Мы их видим на экране. Мы их видим на экране кого? Карточки? Нет. Или ваши данные? Мы видим на экране все. У нас вся информация находится сегодня на экране, и поэтому, дорогие друзья, программы, повторяю, они все записываются, они выкладываются в Ютьюб, Фейсбук. Ну и у нас есть Skype. Это SunGates, SunGates, Солнечный оборот, на конце буквы S, SunGates108. Телефон, это 847-226-9956, код страны Единица, если кто-то желает позвонить нам по телефону. На этом, Джозеф, как всегда. Напоследок, маленькое домашнее задание, которое вас, поверьте мне, развлечет, очень даже интересно. Я вам очень рекомендую к нашему следующей передаче возьмите, откройте ваш билл, который пришел, когда вам надо оплатить за вашу карточку. И на обратной стороне, скорее всего, вы посмотрите кучу всякого текста мелким шрифтом. Прочтите, вы узнаете массу нового и интересного, и вы поймете, что то, о чем мы говорим, оно очень близко к тому, что там написано. Спасибо за рекомендацию. Если честно, я никогда не читаю этого. Но все-таки я имею какой-то опыт проживания здесь, поэтому, возможно, я кое-чего знаю. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания, дорогие друзья. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok